По словам очевидцев, ураган валил деревья и сносил крыши домов. Такая картина наблюдалась в Эмеретинской низменности. Жители прибрежной зоны, в принципе уже привыкшие к подобным стихиям, отметили, что на бухту обрушился смерч. В самом Адлере также наблюдались последствия шквалистого ветра. На улице Тюльпанов с утра восстанавливали ограждения. Медаллические листы, за которыми прячется стройплощадка, не выдержали порывов ветра, которые доходили до 24 метров в секунду. Ветер был очень сильный, конечно. Я встала, но что-то именно от сильного ветра, все гремело. Вышла посмотреть в окно и забор тут упавший уже был. На улицах Урицкого, Цемлянской, Цветочной, Кирпичной, Таврической, Каспийской и Гастелло оказались поваленными в общей сложности порядка шести деревьев. На Цветочной, ко всему прочему, упавший платан погнул газовую трубу и повредил две машины. Хозяин вот этого «Опеля» – гость курорта из Ижевска. О ЧП он узнал только утром. Поехал на велике, покатался, а утром мне стучит соседка. Говорит, Володя, тебе чуть-чуть дерево чуть-чуть упало на тебя. Как консервную банку, вся помятая со всех сторон. Владимир Шалаев сам зафиксировал происшествие, сфотографировал авто со всех сторон, затем вызвал полицию. Говорит, достаточно будет поменять лобовое стекло. Домой через месяц, а поэтому время на решение вопроса есть. А пока море, пикники и катание на том же велосипеде. Отпуск продолжается. Главное, сам жив. Это железо, не страшно. Самое главное – это сами целые. Так что отпуск нормальный, все прекрасно здесь. Бушевавший ночью ветер буквально завалил землю ветками и листьями. Собирают последствия урагана на Адверских улицах сразу несколько подрядных организаций. В 6 часов утра начали работать. Конечно, режим достаточно напряженный был, поскольку большое количество мусора, веток, растительных остатков находилось на улице города. Вот сейчас оперативно стараемся ликвидировать. В первую очередь, убираются основные улицы, самые значимые, где наибольшая проходимость людей. А второстепенные, конечно, чуть-чуть подзапущенные. Но к концу сегодняшнего дня мы все ликвидируем. Все эти сотни мешков отправятся на утилизацию в сочинский мусороперерабатывающий комплекс. Сильными порывами ветра были повреждены и линии электропередачи. Локальные отключения света зафиксированы сразу на нескольких улицах. Серьезные повреждения были на Таврическое и Худяково. В общей сложности без света оставались около 800 абонентов. Бригады электросетей также работали с ночи, постепенно подключая дома к электроэнергии. К вечеру всем абонентам уже дали свет. Как говорят синоптики, ураган ушел безвозвратно. Непогода прогнозировалась до вечера сегодняшнего дня. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова